Глава городского округа Сергей Никитенко встретился с руководством и научными сотрудниками Пущинского института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина, чтобы обсудить потенциал и перспективы развития научно-исследовательских проектов. Сегодня в Пущинском институте биохимии и физиологии микроорганизмов трудится 360 человек, из них почти половина – научные сотрудники с учеными степенями. Глава городского округа Сергей Никитенко знакомится с деятельностью научного учреждения, чтобы определить возможности для поддержки и сотрудничества. Проект постановления присвоения нам статуса Наукограда уже был опубликован и в ближайшее время у нас, уже объединенный городской округ, получит статус. И с 1 января 2025 года уже городской округ Серпухов в больших границах будет самым большим по площади России Наукограда. На базе института созданы лаборатории, в которых проводятся уникальные исследования в области микробиологии и биотехнологии. У нас в институте были сделаны первые работы по генной инженерии. Когда вот, так сказать, это всё рухнуло, перестройка и так далее, мы оказались в самом невыгодном положении, потому что у нас громадные площади, большой институт, так сказать, финансированные диеты, и, значит, я там ухитрялся и разные способы поддерживать это. Коллективу института удалось сохранить всю научную базу, свой небольшой микробиологический завод и коллекцию микроорганизмов, которые входят в десятку лучших собраний мира по многим показателям. Что такое микробы? Это микробы, гены, которые обеспечивают, ну, если хотите, в своемном мире, всё. Это новые материалы, это новые лекарства, это новые технологии, это источники витаминов, аминокислот, белков, чего хотите. Учёные показали Сергею Никитенко некоторые собственные разработки и обсудили вопрос создания Центра трансфера технологий, который станет связующим звеном между наукой и производством. Старайтесь спасти и сохранить это наследие, которое передано великими учёными, тех, кто создавал те научные достижения, которые ещё в советских городах до сих пор пользуются. Постоянно будем смотреть, искать какие-то новые дополнительные формы и методы, чтобы вас поддержать. Участники встречи пришли к мнению, что объединение трёх округов будет работать на благо и развитие научной отрасли. Сами города сохраняют свою идентичность, гербы и гимны будут использоваться на различных мероприятиях. Я остался очень доволен этой встречей, поскольку встретил человека, который серьёзно относится к своей работе и к ожидаемому объединению трёх городов в единый городской округ. У Большого Серпухова есть все возможности, чтобы стать площадкой для новых открытий и передовых разработок.